Всем привет, с вами Фанатик, это игра Divinity Origin Sin 2, и я продолжаю прохождение. Тут я нашел доспехи, там стоит два стражника, надеюсь, если я подойду ближе, они кинутся, а вот там... О, блин, там еще кто-то ходит. Ты шатаешься там, где тебе не место, давай я покажу тебе выход. Тю! Да ладно, вы все напали на меня. О! Паладин Корк за нас что ли? Подожди, что происходит? А это не тот, которого я спас? Случаем. Интересно. Ладно. Я, конечно, не хотел бы, чтобы они все на меня нападали, но не поделаешь. Надо как-то добраться до следопыта. Получится мне его? Нет, не дотягиваюсь. Блин, а что же делать? У меня здесь дальних атак-то и нет. Три очка действия, три очка действия, два очка действия. Ну-ка, подойду поближе. Через замедление нефть кинули. Так, а вот теперь рывок. Опа. Взять их и смотрите, чтобы Корк не ушел. Сейчас Корка завалят, блин, там. Пока я буду с этими разбираться. Хотя нет, он сюда рванул. Так, хорошо. Давай. Спокойствие духа не достаю. Тогда надо подойти поближе. На два очка действия вот сюда. Так. Кидану-ка я каменюку по всем. Хотя нет. По всем не буду. Кидану вон по тому. Бам. 17 урона не кисло. Пытается сбежать. Под замедлением далеко у него это не получается. Далеко не получается, блин. Четыре очка действия. Давай поближе. Хоть сюда. И еще одну каменюку лови. Бам. Блин, паладина сейчас там отпинают. Пока я доберусь до него. Так, теперь ты. Во-первых. Жертва плоти. Ну, она, конечно, дальше добегает намного. За счет своих навыков. Так, два очка действия. Давай, ползи. Ползи, ползи. Шапка у нее, конечно, забавная, блин. Ага. Ага. Да ладно, что, не достаю? Нет, достаю. Нормально. Сюда прыжок. За спину. Оп. Каэтический удар в спину. У него 70 брони, конечно. Какое себе. Ладно, атакую. Блиц атака. Блин, они ему уже броню сломали. Ох, нифига себе удар какой. Еще и нефть выбивает. Обалдеть. Мне надо его как-то спасти. Попробовать с помощью телепорта хотя бы. Так, ну раз это мы уже броню практически размотали. Надо его добивать. Получается. Давай. Раз. И два. Теперь маг. За одночку действия поджигаю все. Далее, за одночку действия спокойствие духа. Так, не получится. Ладно, тогда просто посохом. Блин, тоже не получится. Что же делать? Этого магической атакой бить. Такое себе. Ну ладно, окей. Атак. Теперь ты. Рывок. Но в любом случае мне надо добраться. Или нет? Сколько... А, понятно. С помощью РФК дальше. Намного. Давай тогда на 11 метров. Хоп. Далее. Что здесь? Магической брони уже нифига. Уронить его? Давай. Пусть отдохнет. О. Нет, лучник все еще продолжает атаковать. Блин. Паладинокорка. Ой-ой-ой. Так долго не протянет. А его надо как-то спасти. Добежать только я вот этой смогу плюс-минус. Опять же. Нет, не добегаю. А похилить тоже не достаю. Если подбежать сюда. Но она, блин, бежит совсем не туда, куда мне надо. Ладно, беги сюда. Под замедлением почему-то до сих пор. Так. А сколько? А, одно очко действует. Тогда я могу, в принципе, подползти еще вот сюда. И дальше навесить исцеление. Ага, куда там? Навесить исцеление не даст. Тогда адреналин. Адреналин. Подползаю вот сюда. Идаю исцеление. Это в смысле не достаю. Ладно, иду еще ближе тогда. Вот до сюда, например. О. Сорвался на мою убийцу, получается. Ну, под замедлением уже хорошо. Не дошел с одного хода. Так, здесь. Здесь электрокасание. Давай еще. Добавим. Шок. Супер. Ну, и руби. Поднять щиты. Красавчик. О, как он умеет. Прыжок. Я тоже такой прыжок хочу. Что это за навык такой интересный? Прыжок хорош. Просто шикарный прыжок. Так, хорошо. Мак. Мак. Надо как-то... Наверное, вот сюда. Далее уже вот так вот. Плюх. Еще ближе подойду. А, это текать наверх. Ну, и что ты его не ударил? Блин, бей давай. Это уже куда-то текает. Пытается, по крайней мере. Так, мой ход. Значит. Исцеление. Накорка. И надо отступать куда-нибудь. Сколько это возможно. Блин, не хочу я как-то по этим огненным ходить. Ладно, давай пока что сюда. Отступлю. Там еще один прибежал. Заметил, блин. Мы тут деремся. 23 урона он. Втаскивает. Двуручный там мечом. Так, что? Бью. Бах. Один здоровье остается, зараза. Ладно, добиваем. Так. Получай. Керпидон. Керпидон. И еще один керпидон. Все. Минус улучник. Отлично. Вот здесь надо, блин, что-то делать. Магам накину-ка я ему физической брони. Иначе его сейчас грохнут. Не хотелось бы мне его потерять пока что. Так. Сюда. Это продолжает мутузить следопыда. Офига себе у него первая помощь. Жирно полечился. Так. Убийца, в принципе, готова, да? К бою плюс-минус. Адейна Рим, правда, в откате. Но. Даже не знаю. Отвожить ход. Давай. Так. Ну, а теперь будем врываться. И надо как-то добраться. Так, один. Вот до сюда 10 метров. А далее уже прыжок. На вот этого засранца. Ой, хорошо. Всю броню сразу снес. И еще разок. И в итоге что? Ой, хорошо. Я его пробил прям. Знатно. Так, далее. Таран еще не откатился пока что. Я, в принципе, могу воспользоваться телепортацией. И притащить сюда этого лучника. Так. Далее отпинать его. Недостаточно очков действия. Добегаю. Это очков действия, чтобы вот тут 3 метра пройти. Да ладно. О, чушь. Ладно. Нокдаун тогда. В смысле, у него уже не было брони. Опа. Они за моей убийцей выдвинулись. Это не есть хорошо. Так, маг. Во-первых, надо занять позицию удобную. У меня 4 очка действия. То есть, 3 очка сюда. И использую спокойствие духа. Оттуда не дотягиваюсь. Тогда на красного принца. Давай. Стата разума. Пытается сбежать. Ну, далеко не уйдешь. В любом случае. А, сейчас красный принц как раз ходит. Значит, что я делаю? Поднять щиты. Так. И далее побежал. Побежал вперед. Мимо. Ништяк. Вот второй раз уже попал. Ее могут быстро тут размолотить на самом-то деле. Надо отступать. Блин, этот меня ударит, если я попробую мимо него пройти. А если в том направлении пойду, здесь могут быть еще охранники. Безвыходная ситуация. Ну, тогда бью. Безвыходная ситуация. Безвыходная ситуация. еще есть. Ну, тогда бью. Нормально, блин. Три ударов по лучнику хорош. Так. Что я могу здесь сделать? Могу, в принципе, Паладина надо спасать. Давай, восстановление на него. Регенерейшн. Так. Ну, а здесь поднять щиты. Тоже на себя. Немножечко защиты пусть будет. Конечно, слабый навык с поднятием щитов. 8 физической брони всего лишь дает. Так. Ну, и теперь я могу поджечь, конечно. Но я этого делать не буду. Лучше пойду вот в этом направлении. Потому что тут магистр крадется. Долго она валяться будет? Под нокдауном-то. Лови, засранец. Плюху. Так. И еще. Раз, два, три. Блин, блиц, атака четкая. Я тоже такую хочу. Так. Красный принц. Там она справится сама. Не достаю. Надо подойти ближе. Значит, подхожу тогда на два очка действия. И кидаю каменюку. Вот сюда вот. Это мухана сразу. Так. Эта очка действия, чтобы подойти. Давай таран. Давай таран вот сюда. А дальше. Электроудар. Получай. Блин, этого можно тоже убить. За счет этого. Ладно, давай вот так. И спокойствие духа. На паладинокорка. Наконец-то она ходит. Значит, жертва плоти. Далее. Исцеление. Сказал. Исцеление. Потом. Прыжок за спину. Хорош. Дальше адреналин. Дальше. Автоатака. И серия ударов. Хана. Отлично. Справилась. С мечом Люциана. И... Что он сказал, я так и не понял. Кто он побежал? Стал. Пошел вовнутрь, правильно. Так, надо посмотреть, что он сказал. Где-то здесь можно... Вот тут. Нет, это конец боя. А где сообщения? Где-то они должны быть. Где-то я видел. Где-то я видел. Вот не помню. Вот диалоги. Маладин Корк. Клянусь мечом Люциана. Эти магистры безумцы. Ты в порядке, ящер? Конечно, в порядке. Все хорошо у меня. Вообще отлично. Победили кучу засранцев. Забираю золотишко. Колючь капитана Трипполя. Он годится открывать замок на воротах. О, две бутылки. Лечение. Плюс один скрытность. Ботинки. Вау. Просто вау. Это ж офигенно. Вот это что такое. Внимание. Тех, кого застанут за фамилиярностями заключенными, отправят лично к кувалде. Какой-то. Какого-то. Кто знает. Что какая-то записка? Божественного больше нет. А вот епископ Александр на месте. Хорошо. Так, меч. Двуручный меч. Магистра Трипполя. Уровень предмета первые щита. Ну, слабенький щиток. Надо покупать новые щиты. Это явно так. И сапоги сразу же отдаю я, получается, убийце. Сейчас недостаточно силы. Блин, ей надо будет силу прокачать один раз. Потому что сапоги дают скрытность. Шикарная вещь. Скрытность. Ладно, одеваю сюда. 9 физической брони. В любом случае, это круто. Дополнительная скрытность. 12-14. Уровень предмета четвертый. Может, этому дать двуручник? Пусть фигачит. Щит дает, конечно, 8 физ брони. Но это слабенько. Давай-ка пока что с двуручником. Поорудуй. Тащит нафиг. Писак такой. Ух. Хорош. Так. Хорошие шмотки. Плюс зелье. Что тут еще можно у них? В сундуке по-любому что-то будет. Ну, ничего особенного. Золотишко только. Ну, теперь что? Чан. Капочки пусто. Ничего нет. Дырок. Тарелки, кружки. Все забираю. Лемонт, что ли? Да, лемонт действительно. Шины. Это все потом продам. О, еще зелье, кстати, есть. Не знаю. Чан, брать сколько у меня вообще вес? Где вес? 2380. Понятно. Можно еще кучу всего с собой носить. Так, тут мешок. Здесь я же уже глянул там. И вот эти всем надо осмотреть ящики. О, золотишко. Еще золотишко. А это что такое? Что это вообще такое? О, ящик с инструментами. Ремонтный молоток. Отмычки. Деркальцы. Гвозди. Ммм, да гвозди зачем, интересно. Не выбрасывать же. Действительно, не выбрасывать же. Так. Там наверху есть еще ящик. Ага. По лестнице только лишь. Посмотрим, что тут. Пусто. Тачка. Здесь ничего нет. Ну, видимо, вот от этих ворот замок. То есть ключ. Ключ от замка. И вообще. Ну, хорошо. Пускаюсь. Здесь надо все внимательно осмотреть. Да, чашка возьму. Больше чашек. Все это стоит деньжат. Тут наверху тоже бочонок. И не только бочонок. О, в бочонке, кстати, деньги. Ух ты. Тут еще инструменты. Еще молоток. И свиток дождя прям. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как хорошо. Молоток. Еще один молоток ремонтный. Все, теперь проблем с починкой, в принципе, не будет. Это по 120 монет. Каждая вещь такая стоит. Отлично. Мяско. Наверху больше ничего нет. Здесь. Еще здесь мешок. Можно что-то пилить. строгать. Это возьму. Так. Это что такое? Мост. Куда интересно мост? А, через этот мост можно попасть в город, в принципе, да? Получается. Ну да. Ну, сейчас опустим мост. Это что? Давай. Вот этот ящик я еще не заглянул. Журнал обновлен. Так, что тут? Мы пробились через главные ворота. Из форта мы выбрались. Теперь осталось покинуть остров. Интересно, можно было и так. Понятно. Что тут? Колодец. Водички набрать. Горшок можно? Нет. Нельзя. Нужны ведра, наверное, или бочки. Что-нибудь такое. Вот можно бочку взять. Подобрать. А теперь давай. Так, где моя бочка? Бочка. Вот. Объединить. В смысле? А во что тогда из колодца? Ведра только набирать? Ладно, тогда это выбросить. Тогда мне бочка не пригодится. Что в этой палатке? Ничего нету. Ничего нету. Ага, тут комната. Это сюда убежал паладин корк. Хорошо. Куда ведет этот мост? Все-таки совсем понятно. Давайте прогуляюсь сюда. Вот здесь, если пойти, то что? Какие-то обломки везде валяются. Лужи крови. Здесь тоже можно, по идее, было проникнуть, да? Журнал обновлен. Получена куча опыта. Типа я сбежал из форта, получается, так? Так. Выдевайте губики в дух. Наконец-то вам удалось сбежать из форта радость. Не думаю, что у нас есть время праздновать. За нами вышлют погоню. Как чудесно. Сейчас мне больше всего хотелось бы устроить пир. Может быть, кто-то из вас известный шеф-повар? Стены остались за спиной. А впереди дикие земли. Все, как я люблю. Нет, ну надо же. Насколько приятно оказалось сменить солнечный берег моря на сырое болото. А то есть это уже типа болото, да? А, ну да. Получается, что так. Здесь я прибыл. А из этих ворот уже другая локация, получается. Но туда я пока не пойду. Мне нужно еще для скелета моего раздобыть инструменты. Без инструментов я покидать форт пока что не готов. Надо обшарить все комнаты, подземелья и все в этом духе. Все найти. Все забрать. Все ценное забрать. Все ценное найти. Старый сундук. Заперто. Сломать нафиг. Чинить у меня теперь есть чем оружием, поэтому... Вон там какая-то книжка лежит. А, стихи. Здесь ничего не оказалось. Так, давай, 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 давай. Ломайся. Может быть проще будет двуручником сломать? Ну-ка, давай. Опа, 23. Нормально. Двуручником лучше ломать всякие сундуки до двери. Еще один удар. Все прекрасно. Что тут у нас? Книга и золото. Спокойствие духа книга можно было не покупать, блин. Ой, я уже пользовался. Так, портрет Александра. Забираем. Продам. Слишком тяжелый рюкзак. Неужели такая... О, нифига, 150 килограмм. Мне тогда... Тогда выбросить. Ха-ха. Ха-ха. Как она стала красива. Так, здесь... Железная дева. Какой-то сундук. А могу я попробовать его? Так, можно вытащить сундук. Нормально, тебе за решетку. Так, ну и теперь заглянем, что здесь у нас. Тарелочка и отравленная стрела. Ну, ничего особо ценного. Может быть в ящиках еще что-то будет. Сейчас. Взламывать я не буду. Воров у меня пока что нет. Кстати, надо отдохнуть. Какой-то... Покосанное, ребятки. Так, ящик сюда. Вам. Что здесь? Пусто оказалось. Ну, еще один ящик. Сейчас вытащу. Тем же самым способом. Ну, и здесь центральный зал. Тут кого-то судят. Заключенную эльфийку. Насколько здесь сразу же непонятно. Магистр мечник. Магистр мечник. Можно с боем, конечно, прорваться. А можно... Тут я не вижу никаких ни сундуков, ничего такого. Надо вообще спасать эту эльфийку. Наверное, не очень. Я обойду просто с другой стороны и полазью по вот этой комнате, наверное. Здесь спуск в подземелье есть где-нибудь? Где-нибудь? Ладно, нигде есть, что ли? Нет спусков в подземелье? Да ладно. Видимо, не отсюда. Это ладно. Хорошо. Давайте последний сундук вытаскиваем. Не видно. Подожди ближе. А вот теперь видно. Давай сюда сундук. Опа. Нету ничего. А, вот есть спуск. Прямо тут. Можно даже не обходить, в принципе. Забираю книжку. Чё тут у нас? Тихи писца. В книге получается разобрать один рецепт, но он больше напоминает головоломку. Придётся экспериментировать, чтобы понять, о чём тут говорится. Жгучее пламя в том, в чём есть остриё. Морская вода во всём, что она даёт. Земля под живым ковром из трав и цветов. И в вате подобен воздух в сонных облаков. Или мягким другими вещами на твоём пути. Чего? Ладно, смешай призрак с сутью и свитками обрати. Что? Ладно, новый рецепт у меня появился. Так что экспериментировать не придётся, в принципе. Гремуары. Я теперь могу дождя делать. Каменная броня. Попывающие кинжалы. И телепортации свиток. Нужно... Пёрышко нужно. Зубы. Штяк. Закройся ты, ну. Я всё понял. Так, ништяк. Рецептики раздобыл. Это здорово. Сюда я не пойду. Пойду тогда в подземелье, получается. Надо в подземелье спуститься. Гляну, что там. Так, стоп, подожди. В подземелье. Здесь я везде побывал. Всё поутал. Ящики. Ну, а нет. Вот сундук есть ещё. Стопэ. Сундук чуть не пропустил. Палатки. Что у нас? Ничего? Ничего нет. А тут у нас свиток порчи. Золото и водяная стрела. Хорошо. Подает порча. Наносит физический урон. Накладывает гниение на цель. Будет получать физический урон от лечебных заклинаний и зелий. Интересно. Можно водяным магом. Если вместе с порчей, там такое вытворять. Так, ага. Пустился в подземелье. Эти на меня не нападают. Мне нужно найти тут... Тут пёсики какие-то внутри. Кровать. Свиток. Воскрешение. Так, это мне надо сюда попасть. Но тут красные. Соответственно, мне придётся с этими псами драться. Могу ли я открыть этот вопрос? Заперто ещё и дверь, к тому же. Арбалет лежит. Книга. Лечебные свойства. Друдены. Но через решётку-то я могу, в принципе, с помощью телепорта отправить кого-нибудь. Так что, наверное, сейчас я... Разломаю эту дверь. Более у неё прочность маленькая достаточно. Уничтожу собачек. Вот чёрный появился. Вот сразу бой начинается. Ну, у них по 38 брони так-то. Жирные засранцы. Но. У них... Это дальники, что ли? С арбалетами на спинах. Ну да, получается, что дальники. Так, ладно. Надо подойти чутка поближе. И электроударом сжахнуть её. Отлично. И подпалить ещё тоже можно. А, в стенку. Косые, блин. Так, здесь я даже бустить ничего не буду. Просто накидаю ей. Второй пёсик прибежал. Так. Маг. Спокойствие духа на вот этого кровавого принца. С двуручником. Далее. Керпидон. И воспламенение. Всё критическим сжахнул. Ну ничего, броня сейчас наложим. Это не проблема. Так, ещё один камень лови. Так. Здесь. А, всё уже у меня. Не могу дойти. Ну тогда... Что я могу? Могу с помощью тарана, принц. Нет, не могу добраться. Там мешают. Тогда давай каменную кожу. Сколько она на одну очку действия тратит? В принципе, что я могу вот этого сжахнуть. В таком случае. И опять его ход. Интересно. Ладно, давай, руби. Раз. Два. И этого зарубил тоже. Нормально. Так, теперь рывок. Теперь рывок. Куда-нибудь вот сюда. Не действует нокдаун. Или действует? На этого подействовало. Нормально. Далее. Здесь это не поможет. Дойти я не дойду. Что я могу? Могу с помощью телепорта. Пёсика отправить куда-нибудь сюда. Собачий дротик. Забавно. Так, ну и теперь чём? Жертвоплоти использую. Далее. Ты куда побежала-то? Скилл нифига не сработал. Хорошо, адейнолин делаю. Далее. Грязный приём давай. Так. И остаётся два удара. Спиняку на. И ещё разок на. Всё, минус вторая собака. Вот этого пёсика добить. Ух ты там всё взорвалось. Ого. Достану? Да, достану. Чуть не ушатали моего скелетика. Это и здоровье осталось. Но он вроде бы не горит. Всё нормально у него. Добиваю. Ну теперь надо бы отдохнуть. Всё. Всё, все восстановились. Отлично. Посмотрим, что тут. Зубки. Здесь. Кура. еще шкура последний пёс вот я его не могу болтать не пойму что происходит а вот бутылек есть отлично я забираю тут еще есть покровавленная нога причем очень очень много ног рук его остального 1 пускаюсь иду сюда открытие это могу нет заперто тогда телепортация от тебя сюда оп 800 опыта за то что проник хорошо этот в ящике рубаха ну такая рубаха мне уже принципе без надобности но продать вот чего книжки берем все и книжки с полок забираю тут еще вот еще свиток воскрешение очень полезный арбалет и вот этот вот ящик травы для чая и заватишка ну теперь давай или порт и назад что у нас здесь есть какая-то пыточная причем можно через пыточную проникнуть сюда забрать из сундука какие-то вещи книжка заряженный жезл так 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 можно спуститься еще ниже я так понимаю вот это как раз темнице ладно погнали сейчас облутаю я вот это вот кто-то из золота удача сработала первый раз вижу кто-то из золота сразу норм такое мне нравится так здесь это на продажу сейчас книжки почитаем что там за энциклопедии книжка так арбалет кстати царя накладывает эффект замедления на два хода вероятность успеха 20 процентов хороший такой арбалет ну пусть у нее и пока и останется это тоже все сюда значит вот так золотишко тоже давай перекидываю книжки значит невзрачная книжка книга наполнена вырезками из листовок и циркуляров своеобразный калаш из последних событий опасность миновала божественный сразился с дамианом и несет смерть темным злодеям слушайте слушайте мы скорбим по нашему павшему отцу божественному Луциану он пожертвовал собой войне против круга день Луциана вновь вводится вновь кто поднимется чтобы занять место божественного эльфийские беженцы наводняют деревни каннибалам здесь не место пирог из болотного мха точь в точь как в детстве у бабушки ну да так про мечников я уже читал дневник магистр Джеральда Риддер 230 день Луциан ведет нас на форт мы направляемся в эльфийские края Луциан встретился с дамианом но отец с сыном не смогли заключить мир я не подозревал о тумане смерти все погибли все черный круг но с Луцианом тоже что возвращаемся в аркс с победой видимо люди надеялись что с поражением черного круга наступит долгожданный мир но стали появляться исчадия пустоты вот оно как что здесь сын против отца смерть эльфийского края какие то разборки божественный луциан и его приемный сын дамиан стоят расправив плечи друг перед другом разные внешне но одинаковые решительно и кем был бы так кем был ты при мне эти годы я был тебе отцом я спас тебя и я любил тебя дамиан любил ты решил меня всего что у меня было моей истинной природы женщины что была мне дорога ты хотел меня видеть мальчиком а маленьким беспомощным даже костратом если так со мной будет проще но я не Александр Луциан мой мальчик твои злые слова больно ранят меня пожалуйста замолчи ты всю жизнь заставлял меня молчать но больше я молчать не буду ну вот че все не так окажется о способности принимать чужий облик издревле слагали легенды и мифы Кранли Хуберт не делает поспешных суждений однако такая возможность кажется ему потенциально и этической впрочем можно заметить что его весьма занимает мысль о том что человек Хуберт надо заметить именно человек может ненадолго превратиться в курицу об эльфах физиологии и загадочной для него по крайней мере культуре эльфийского народа Хуберт рассказывает с интересом и восхищением но несмотря на то что он очень тщательно описывает масштабную картину страданий которые эльфам пришлось претерпеть в конце Великой Войны в его словах угадывается скорее самодовольство нежели искреннее сочувствие последняя книженция особенно когда предлагаемая еда практически несъедобна если пациента требуется убедить принять пищу то щепотка друдены изменит его вкус с отвратительного восприятия пациента на изысканный чья-то рука обвела слово отвратительного и подписала внизу колдун ты в чем тут колдун и всего лишь приправа непонятно ладно сейчас будем ломиться сюда только нет не этим мечом давай двуручником руби так намного быстрее получается дверь сломалась и надо починить ему ремонт дальше этот запах меня сейчас тошнит окровавленные перчатки в этой комнате больше ничего идем дальше закровавленные перчатки причем неплохие такие требуется ловкость давай вот это отдам у нее тут рукавицы мага одеты где перчатки то мяу не вижу перчаток капец в упор не вижу перчаток а вот они все переодел продам сундучок заперто придется опять ломать тут что бумага бумага пригодится история запретных предметов так в этой книге содержится описание ряда магических артефактах запрещенных божественным орденом листая страницы вы замечаете главу об идолах возрождения в этих небольших статуэтах таится древняя магия позволяющая вернуть в ревион после смерти после использования статуэтка становится пепельно-серой и теряет все волшебные свойства именно про таких идолов при себе обычно именно таких идолов при себе обычно имели импы-механики некоторые колдуны утверждают что импы способны восстанавливать магию использованных идолов при помощи свитка воскрешения покушение на святость смерти серьезное преступление и все таки идолы были объявлены вне закона и уничтожены тех же кто умел их изготавливать должным образом переучили новый рецепт сияющий идол возрождения ммм да даже так кремуар предметы вот чего делается пять свитков воскрешение и тусклый идол возрождения то есть он автоматом будет возрождаться по идее не надо будет на него свиток использовать ход тратить интересно на самом деле может помочь вот такая неприметная княженция так ну и теперь забираю заметки и забираю жезл что за жезл огненный жезл так это тебе сразу отдаю он двуручный или уровень предмета четвертый где куда посох делся а вот нет ну уручный получше конечно будет пока что оставлю так так ну и теперь надо записки прочитать что тут какой замечательный фокус отыскал отдались он делает их такими послушными на все готовыми впервые моя игровая площадка полна удовольствий думаю ей понравятся мои успехи в конце концов кому интересно играть с зомби какая-то крупица свободной воли должна оставаться иначе никакого веселья священная война магистров новые знания получены ну и теперь надо сломать этот сундук рубим и и и и и и и и и нифига себе так кто у нас умеет опознавать фейн применить вот к этому волшебные карманы красный принц получает новую вещь уличительное стекло и передает фейн с помощью волшебных карманов а так вот зеркальце на один раз получается интересно ни хрена себе на бедойники дают два стойкость один восприятие кучу брони сопротивление земли так давай тогда штанишки вот эти тебе одену на бедойники соратника так здесь три два здесь пять четыре одеваю и вот на этого одеваю такие штанишки что за амулет на военное дело амулет этот амулет что дает везучесть нет везучесть получше военное дело тоже сильно киштяк не зря я сюда поперся хорошо ищем дальше что в этой комнате а в этой комнате собаки можно было отсюда в принципе пробиться особой разницы я думаю нет в этом клещи еще клещи клещи бедро торс найлс свежеватель по-моему этот мне нужен товарищ сейчас найдем причина да найлс вот этот мне и нужен сейчас тогда так тут что получается монах еще монах но если на меня все монахи нападут это будет не очень здорово ну ладно пойдемте магистр поворачивается и тут со спины чувствуете как фейн подходит к вам вплотную ты видел эти приспособления наверняка это и есть тот самый магистр садюга про которого говорила та женщина вдруг у него есть инструмент который мне нужен для моей маски оглядев комнату залитую кровью и другими неаппетитными веществами вы точно не уверены но флаг ему в руки пусть спрашивает фейн жизнерадостно объясняет что ему нужно что-то чем можно срезать с людей лица и даже демонстрирует принцип действия устройства протянув руку к лицу магистра и оттянув ему щеку нормально вместо того чтобы отаянуть в ужасе магистр приходит в восхищение в натуральный восторг он говорит что такая вещица у него как раз есть к сожалению магистр ни в какую не желает расставаться с вещицей чтобы не сулил ему фейн ходячий покойник разворачивается и раздраженно уходит прочь кто ты мой милый щеночек фига если он телепортируется он тянется к вам и мягким касанием перевязанной руки а мягко касается перевязанной руки что а он к скелету типа подошел пристально на него посмотреть а ты многое а ты скрываешь это будет наш маленький секрет этого перевели окей прошу тебя входи можешь чувствовать себя как дома хорошо отклонить его предложение и сказать что вы немедленно уходите но но я не желаю слушать возражений кроме того дорогуша тебе больше некуда идти прошу тебя останься со мной здесь просить не являются ли тем два бедных создания снующих по покоям его товарищами по играм ты не слушаешь дорогуша похоже для начала придется проделать у тебя в ушах отверстие побольше вот так вот напал на меня и кто напал еще мясной голем а так он в клетке еще сидит мясной голем и напали и монахи ё-моё сколько вас здесь это будет непросто ладно сначала надо с этим разобраться колдуном-молдуном рывок на тебе зараза он убийца калечащий удар ушатал сразу сходу ушатал мага оу куда я попал ничего себе а это всего лишь блин он один а если остальные подтянутся то что делать я буду а еще наверное с этой стороны все монахи тоже да активизировались я так предполагаю отступить не факт что получится ладно маг против него все равно слаб врываюсь получай мясной голем использует ярость ломает клетку свою взгляда не менее ну монахи блин что происходит вообще ох кровавый дождь это жестко телепортация блин трындец и как раз ходит только тот которого он телепортировал ууууух совсем не просто я походу его не победить не смогу никак вообще просто никак здесь если бежать ну смысл могу конечно кинуть яскляночку вот сюда например пусть немножко подымится ну и дальше попробую добраться как-то и пытаются выбраться и скоро у них наверное это получится хотя я не вижу чтобы у них там было здоровье у этих клеток не мота вылез мясной голем крындец как я должен здесь побеждать вопрос очень интересный он хилится еще да походу блин капец а я еще и не сохранился это похоже проигрыш явный я такого не ожидал совсем и этот мясной голем тоже уже выбрался от этих убежать уже не получится ну упи тогда его болезнь еще какую-то накладывает все минус второй ой 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 походу мне капсдец стоп удовольствием кто же знал что такое будет здесь блин а как я должен заполучить тогда штуки которые мне нужны я не уверен что если я отсюда уйду я смогу вернуться вот в чем вопрос загвоздка тут я не вижу на столах ничего похожего ведро нога ведро труба на болото вот еще можно отсюда выбраться получается через мост вот тут девочка сидит внизу не ну это же скач это просто невероятный там себя телепортировать я тоже не могу эти меня окружили отступить наверное не получится тем более это а что ты здесь делаешь подожди она осталась фиг знает где так ладно попробовать отступить все же вот сюда на лестницу можно взобраться сразу же опа его еще и отпинали да ты бежишь нет все просто его мутузят кому не лень блин отступить да слишком близко ну в смысле близко вон они фиг знает где так уходим кровосос на цель мясной голем то есть он даже со своих может в принципе хилиться все каюк все каюк вот это да такого я конечно не ожидал путаем совсем все все это конечно было много лет назад я уже и не помню как пахло его кожей но ведь эту историю я тебе уже много раз рассказывал да вот я глупый хорошо сибила давай буду как-то пытаться эти на меня нападут нет не нападают странно воскрешаю ладно выйди сюда воскрешаю подъем э какой бой никакого боя мы уходим 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 далеко покинуть да хочу сбежать хочу сбежать куда-нибудь порт радость пляж идти а это в принципе не в бою нормально все однако регенюсь мне надо вернуться назад тогда у тебя больше свитков нет а ну перетащить отсюда сюда могу но если я попытаюсь возродить там то эти явно на меня нападут этот вообще фиг знает я сдох можно их как-то не всех заагрить этот пока бежит слишком жесткий он генится от крови они сразу в бой сразу же в бой ну ладно давайте буду отступать отводить их пусть бегут сюда например конец хода отвезти их а потом проникнуть попробовать или они вернутся назад так отхожу это бегает хорошо быстро давай вот в эту комнату вступаю конец хода 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 отход хода хода обалдеть он бегает просто в шок так ладно разлить кровью далее мысли его не вижу плохо она ноль очков действие сюда подойти еще сюда теперь прыжок давай на сколько у меня 5 сейчас давай удар отлично дальше адреналин еще удар и тройной наверное удар готов и надо отступать она пусть пока там подходит у меня здесь возвращение форт получается бомби комбиком бегом 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 вот сюда давай куда паладин делся мне бы он здесь пригодился на самом деле вот это уже совсем плохо закидывают заклинаниями засранцы ушатали блин трендец назад все побежали короче вывести их не получится уместные големы слабенький на самом деле можно быстро их разложить только свитков у меня на это на все не хватит в этом проблемка а это кто такой вы кто такие вообще откуда взялись тут уже бой завязался охрана новая да получается и это тоже у блин какого фига так я сейчас вообще проиграю надо отступать отсюда отхожу а тут тоже блин ладно отступить отступить форт радость опять же на пляж можно можно подземелье из подземелья я не вылезу попробуем здесь может быть лестница активировалась активировалась лестница давай 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 нет и открыть наверно тоже не получится да вот эту вот фигню это капец какой-то инквизитор супер жесткий убийца некромант отсюда я тоже не выберусь видимо ну да ладно давай иди сюда сибилой можно успеть убить одного если они сразу всей толпой не подбегают протянуть ладонь и хочу на пляж а так они все здесь они все здесь а кроме сибилы и била тут валяется а ну так тогда проще давай свиток воскрешения сейчас использую у меня где-то были вот они поднять войны поднять красного принца и теперь отдохнем ну что с новыми силами в бой перебить всю охрану блин я заблудился где а вот все правильно почему здесь вся охрана на меня агрится вот это вопрос интересный до этого все нормально было тут решили все прям на меня напасть о тут уже магистра туза мертвая чему нога тузы ровно в полде ладно это я разберусь как-нибудь давай врыв сразу же до того не достает ослепление поэтому давай электро руку сейчас мы с вами быстро разберемся засранцы ловит кирпич так так это два давай возгорания не достает блин тогда вариантов не очень много давай вот так погорят немножечко далее врыв и еще один кирпич куда-то бежит ух ты нокаутирующий выстрел но тебе это не поможет тебе это никак не поможет полежи отдохни так и вот этого в принципе я могу ударить давай это попался калечище мимо с этими то я справляюсь уже без особых проблем там принципе маг справиться нужно подойти вот этого упцануть прям вот этим вот ударом наверное ага хрен там ладно иди мимо ну тогда жги его поганцы ох рано просто перерезать весь форт куда ты побежал развлекуха до беготня туда-сюда так ну чё тебя добиваю лови люк его этот готов ну и теперь спокойствие тела на красного принца иду вперед потихоньку на критический нормально еще разок на на новый уровень и у белки новый уровень в смысле и у сибилы мертвый новый уровень нормально один фиг даже она мертвая все равно качается интересно итак воскрешение хорошо это мне надо будет больше ничего нет все все сразу же перебили которая на воротах стояла так нога туза но это надо прокачаться надо подкачаться надо надо подкачаться военное дело прокачать ему а давай военное дело далее здесь телосложение наверное надо или силу и все-таки не телосложение давай парочку пусть пожирнее будет слегка 122 здоровье это уже нормально здесь почему вот этот не прокачался скелет не апнулся ладно тебе прокачать тоже военное дело и две силушки погнали а че тут блин эфана убили блин ладно забираю я припасы тогда с эфана поганцы ой поганцы он типа с нами был да и его за это грохнули ладно вот этих охранников тоже надо отпинать где смазка девяносто этой брони физической не ну тебя нафиг на тебе электроудар даже бить тебя не буду блин смысленно это тоже что ли физик блин оба физика такое себе какие-то вы блин одно очко действие давай сюда подойду можно только вместе со своим ну да ладно кидай кирпич че уж а потом каменную броню на тебя так далее наверно сделаю ка я огненные клинки так после этого у меня остается 2 тогда посохом еще долго он так не протянет ослепляющее излучение вам слепота 19 урона отлично и ты иди-ка сюда и и и и и и и и Мы вот этого надо добить Магической атакой Плюх Один готов Здесь силушку на тебя И поджог остается А ты опять хочешь Давай, руби его тогда Раз Два Нормально Три Практически сдох А этот еще и увернулся Красавчик Ну и тут добивающий вот такой удар На Все Готово С этими тоже разобрались Ключ очередной Комканная записка За стенами форта Рада Серебряного когтя ждет помощь Передай Бен Мезду Чтобы отыскал торговца По имени Залискар у края болота Залискар передаст ему оружие Для задания Интересно Так, хорошо Надо Прикупить мне Наверное Свитков воскрешения Кого-нибудь Ой Эти тоже на меня Решили нападать Все Вся стража в форте На меня нападает Ну ничего Ничего Покачаемся Чего нет Рывок сюда Далее Излучение Броня Ослепление Не дала На него наложить Кирпич Вам обоим Ловите Так Дальше Возгорание Отлично Ну и еще Баф На красного принца Сейчас пойдет бой Кирпидон Для начала Опа Так На вот этого Рывок Рублю Раз Два Готово Пес куда-то побежал Ага 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 Кем тебе это поможет Так значит Электрическое касание Бам И огненное дыхание Я хотел пойти поторговать Но они мне не дали Этого сделать Пришлось их Победить Засранцев Пакерная кухня Так Где это Хильда Хильда Мне нужны свитки Воскрешения У меня все Самое лучшее Да Самое лучшее Забирают Это барахло Все Чляпу Это ненужную Минус 1 Движение Приспеть точность Ловкость Ой Арбалет Какой-то такой себе Игрушечный Эх Молоток Молоток Мне не надо Уханый нож Тоже продаю Хотя Нож Пока что Оставлю Откуда у меня Второй рюкзак Интересно Ладно Лук Тоже продаю Книжки Все Которые Прочитал Секретные Знания Получите Вы на халяву Практически Так И Вот эти Вот чашки Палки Ложки Вилки Все Вот это Все Продаю Не особо Банка Мозговых Чего Паразитов Мозговые Паразиты Надежно Закрыты В банке Может Одна Кухонный Горшок Второй Мне Явно Не нужен Паразитов Спокойствие Тоже Забирай Хотя Книжку пока что Оставлю Это вот Давай деньги В принципе Нет Деньги Деньги Мне Не особо Надо У нее Свитки Вот Свитки Мне Нужны Это и Штуки А чем Она Продает По 800 Монет Еще Сумасшедшая Иди ты в пень Ладно Забирай тогда Этот товар Что-то Как-то Дорого За свиток Воскрешение 800 Монет Слишком Дорого Тут Больше Вроде бы Стражников Не должно Быть Все еще Можно Продать Ненужного Так Ножик Это Потом Сибири Передам Это Что за Рюкзак Откуда Он У меня Взялся У меня Еще Да Есть Свитка Воскрешение В принципе Ладно Попробую Глянуть Может быть Здесь Свиток Воскрешение Продает Еще Монет За 500 Я бы Еще Купил Ну Блин За 800 Как Слишком Благословенен Будь Дом Войны Да А вот 549 Давай Все Беру Беру Все Так Каменная Броня Броня Пригодится Дождь Пригодится Граната Пригодится Яд Тоже Пригодится Чем Мне Тебе Дать Мозговые Паразиты Забирай А Подожди Это Всего На 549 Монет Это Свитка Ну Тогда Вообще Шикарно Тогда Вообще Супер Просто Так А я Еще Хотел Щиты Глянуть Единственное Что Щиточки Щитов Не Продаешь Это С щитами Какая Напряженка Ладно Конец Диалога Уходим Она Выставлялась Тут Какой-то Фигни На Панель Блин Вообще Трындец Просто Все Захламили Красный Принц Нет Это Фейну Надо Это Тоже Фейну Надо Красный Принц Тебе Вот Такие Штуки Дам Это На Продажу Потом Это Сумку Это Тоже Кстати Стрел Это Тоже Надо Было Продать Что Я их Не Продал Надо Продать Нужнее Они Мне Вот А кот За мной Бегает Там Благословенен Будь Дом Войны Так Было Делать Да Скидка 21% Стала Я Ему На 150 Насыпал Скидка 6% Стало 21% Блин Ладно Буду Знать Репутейшн Повысился Хорошо Можно Мусор Просто Репутейшн Сдавать Какой-нибудь И все Коржки Там Всякие Если Если Я Сюда Зайду Интересно На Меня Сразу Нападут Монахи Или Нет Кстати Вот Эти Я Прокачать Могу А Я Могу Прокачать Даже Когда Она Мертвая Интересно Так Ловкость Сразу Беру А Здесь Где Это Мастерство Убийства Так И Ищу Ловкость Больше Ловкости Че Заходим Тогда Эти На меня Не кидаются Монахи Они Не знают Еще Ничего Ни о ком Хорошо Сейчас Тогда Воскрешаю Получается Сибил Осматриваю Че тут В мясном Ничего Нет Поднимаю Тебя Давай Вставай Отдых Хорош Надо ей Наверное Ножик Дать Все Таки Кухонный Пока Что Его Урон Побольше Вампиризм Конечно Вампиризм Но Блин Это более Эффективно Будет По урону Так Монахи Надо Как-то Замедлить А где они Вообще Все Замедлить Основную Толпу Вот Куда Побежал Тумасшедший Блин Че ты Делаешь Сагришь Вон он там Найлс Свежеватель Можно по проводу В принципе Вот сюда Пройти Почему ты Опять за мной Не идешь Цепляйся Пойдем Вот этому Кстати Товарищу Я вроде бы Прокачивал Интеллект Нет Разве Не прокачивал Ладно Давай Прокачиваю Тебе Интеллект И прокачиваю Тебе Что тебе Прокачать Геомантию Или Пера 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 Давай Геомантию Все таки Вожу тебе Отщечка Каменюками Кидаться Так Так Ну и у нас уже достаточно долго серия Давайте пока что на этом закончим Всем спасибо за просмотры лайкосы Не забываем подписываться на канал И прожимать на колокольчик все уведомления Чтобы ничего не пропустить на канале Пока Пока